Сегодня Следственный комитет – один из участников правоохранительной системы страны, в компетенции которого находится расследование наиболее сложных преступлений. Здесь работают люди, преданные закону и стоящие на страже истины и справедливости. Можно сказать, что коллектив Следственного управления в целом добился больших успехов в своей работе. И нам есть о чем говорить, тем более чем и кем гордиться. И сегодня, в этот праздничный день, день создания Следственного комитета, мы как раз будем говорить о тех, кто добился в нашей работе наилучших результатов. Работа следователя требует особых качеств, серьезной подготовки и большой личной ответственности. Сотрудники Следственного комитета обладают настоящим профессионализмом и компетентностью. Они – патриоты своего дела. Работников наградили почетными грамотами, благодарностями и очередными званиями. В региональном следкоме трудятся сотрудники разных возрастов. В числе награжденных – трое молодых специалистов. Одна из них – Диана Дангак. Еще оканчивая школу, она твердо решила, что станет следователем. Работать следователем мне, безусловно, нравится, так как я уже целенаправленно выбрала данную профессию, поступила в ведомственный вуз Следственного комитета. Работа следователя, несмотря на то, что она трудоемкая, она очень интересна и многогранна. Соответственно, работая на данной должности, я каждый день повышаю свой уровень знаний, в том числе профессиональные навыки. В пользу случаях хочу поздравить всех своих коллег. Желаю предсветания, благополучия, чтобы уголовные дела доводились до верного и победного конца. В числе приоритетных для ведомства задач были и остаются противоправные экстремизму и терроризму, борьба с коррупцией и экономической преступностью, защита прав несовершеннолетних и социально незащищенных категорий граждан. Следственный комитет – это не только расследование уголовных дел. Особое внимание руководство уделяет вопросам образования. По всей России имеются кадетские классы, в том числе следственное управление по республике Тыва, курирует 10-й и 11-й классы школы номер один города Кызыла. Сотрудники следственного управления постоянно посещают, организовывают встречи с учащимися, вводят их как бы вазы в своей профессии, ну и, соответственно, проводят профилактическую работу. Президент России Владимир Путин в социальных сетях поздравил всех сотрудников и ветеранов Следственного комитета с Днём образования службы, отметив их мужество и самоотдачу в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения в Донбассе. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником! Днём образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа. Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядков в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения. Честно служит России! Работников и ветеранов Регионального следственного комитета поздравил и глава ТУИ Владислав Хавалык. Поздравляю председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, ветеранов и действующих сотрудников Следственного управления СК по республике ТУВА с этой знаменательной датой. Борьба с преступностью, коррупцией, экстремизмом, отстаивание верховенства закона и справедливости зависят от вашего профессионализма. Благодарю за эффективное взаимодействие, за активное участие в нашей общей межведомственной работе по декриминализации, борьбе с алкоголизацией, предотвращению правонарушений несовершеннолетних и защите прав детей. Успехов, крепкого здоровья и благополучия! В ТУВЕ сегодня трудится 42 следователя. Только в прошлом году они рассмотрели более 2800 сообщений о преступлениях. В их введении находятся случаи убийств, мошеннических действий, коррупции. По каждому проведены проверки. По их итогам возбуждено более 399 уголовных дел. Инна Клоян, Буяна Юн, Ангар Кузюгет, телеканал ТУВА-24.